Война 1812 года по праву называют патриотической и народной. В ней участвовала не только регулярная русская армия, но и все население, весь народ. Но когда впервые эта война стала называться патриотической и народной? И чем ополчение 1812 года отличается от ополчения Минина и Пожарского? И справедливо ли утверждение, что для России эта война носила сугубо оборонительный характер? Отечественная война 1812 года. Мифы и реальность. В вас в гостях историки Ирина Карацуба и Никита Соколов. Ирина Карацуба окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук. Доцент Свято-Филаретовского православно-христианского института. Соавтор книги. Выбирай свою историю. Развилки на пути России. Никита Соколов. Выпускник Московского государственного историко-архивного института. Кандидат исторических наук. Шеф-редактор аналитического журнала «Отечественные записки». Автор книги. Выбирай свою историю. Развилки на пути России. 2012 год. Это юбилейный год. И тема Отечественной войны 2012 года присутствует везде. Почти везде. И наша задача сегодня поговорить о мифах. Но мифы не начались в момент вторжения армии Дональдис Языков на территорию Российской империи. Мифы формировались до того. Они были случайными. Они были ошибочными. Они были иногда, может быть, для Великой Армии и катастрофичными потом. Но и с другой стороны было много чего. Из таких более... Да, и все эти мифы так или иначе в разные годы конъюнктурно поддерживались. Но один из самых, может быть, мне позволить такое мнение в советское, в советский период, миф о неподготовленности России к войне 2012 года частично оправдывал ситуацию с 1941 года. Хотя это абсолютно неправда. Россия была готова к войне в 2012 году как никогда. Были очень серьезные артиллерийские решения были приняты. Закончено переформирование. Были сформированы склады продовольств на всей территории на западном направлении. Было продумано прикрытие. Были продуманы маневры. Там различные передвижения сил и средств. Просто совпало, что выстрелились на границе, но по-другому тогда не воевали. И никто не ожидал, что Наполеон будет добиваться генерального сражения. Потом будет что-то другое. Все думали, что пойдет несколько по-иному. Но то, что Россия к войне была готова, это заслуга Рахчеева и Барклая во многом. Вот эти решения с военно-стратегического плана. Но мы, может быть, начнем чуть-чуть пораньше. Я думаю, что телеский мир и все, что за ним последовало, вот эти разные веселые случаи, когда Наполеон наградил кого-то там орденом почетного легиона, вот, простого чина, а не положено было. То у них же республика, а у нас сословное общество. И потом, значит, все смеялись, что этого человека, французский посол, имел право приглашать на все великосвестские рауты в Петербурге. Вот. Были-то и смешные случаи. Но я, наверное, слишком многословен. Надо прерваться. Вот. Итак, какие вот мифы? Мы начнем вот оттуда, подальше немножко, от Тильзита, скорее. Вот в этом, кстати говоря, есть такая некая роковая стульцепь русской истории. 1612-й, 1812-й, ну и потом 1914-й. Вот эти вот войны, да, которые и там смуты и все прочее, которые обросли ужасным количеством мифов. И вообще-то вот, когда мы говорим 1612-й год или, например, 1812-й год, скорее мы имеем в виду такую, как бы, стержневую мифологему русского национального сознания, современного общественного сознания. Мифологему, которая, конечно, на самом деле очень далека от действительности. И которая начала формироваться, ну, может быть, даже и до событий 1812-го года, но в основном, конечно, после. И вот следующие после 1812-го года 25-30 лет были решающими. А потом, очевидно, сталинские годы, да, Никита? Да, ровно так. Вот та мифология Отечественной войны, с которой, прежде всего, сталкивается, и с которой, по большей части, живет наше современие, которое специально не занимается историческими исследованиями, это продукт двух исторических эпох. Эпохи царствования Николая I, когда была изобретена нам программа русскости навсегда, самодержавие, православие, народность, и кто не верует в эти три, в эту триаду, тот уже русским человеком быть не может и к нас и не причислил. Тогда впервые, собственно говоря, в 1839-м году объявлена была, что война Отечественная. Вот войну впервые... Она когда-то не называлась таковой, естественно. Да. Ее впервые объявили Отечественной по поводу... Причем с большой буквы. С большой буквы в 1839-м году, причем праздновалось 25-летие не событий в России, а взятие Парижа в 1814-м году. И вот смысл того тезиса об отечественности войны, он был совершенно иной, нежели сейчас люди себе представляют. Ведь тогда народность и отечественность войны понималась как всесословность, сплочение всех сословий вокруг престола. Да, да, да. Это имелось в виду, когда говорили, что это Отечественная и Народная война. Вторую жизнь этот термин получил действительно после Второй мировой войны, уже в позднюю Сталинскую эпоху, когда Отечественную войну 1812 года стали моделировать, подтягивая к образам Отечественной войны 1941-1945. Ну, речь Сталина 7 ноября 1941 года, где он в одном ряду ставил выдающийся... И выстроена потом под эту речь станция Комсомольская кольцевая с мозаиками кориев. Ровно под все абзацы этой речи. Под все абзацы этой речи, да. На самом деле, очень мало что здесь соответствует реальности. Потому что, конечно, это не была, как представляется большинству наших сограждан, это не была чистая оборонительная война, поскольку наступательные замыслы преследовали обе стороны. И упомянутые корпуса, которые стояли на границе, они получили в октябре 1811 года приказ быть готовыми к выступлению в любой момент. Но, увы, не состоялся сгубок с пруссаками. Прусский король сдрейфил, переметнулся в союзники к Наполеону, пришлось наступление отменить. Если бы прусский король Фридрих III не сдрейфил, то победоносные русские войска вступили бы в войну с Наполеоном в ноябре 1811 года. На чужой территории и малой крови. Да, вот я хочу обратить внимание на то, что просто подчеркнуть для наших слушателей, что это проблемы со стереографией не только войны 1812 года, что когда мы описываем 1914 год, мы тоже крайне не любим говорить о, в общем-то, империалистических планах русского правительства, о том, что оно собиралось, чего оно собиралось добиваться в войне 1814 года. А вопрос... Того же, чего в войне 1812, Константинополя в частности. Да, а вопрос о том, были ли у Сталина какие-то планы на Европу, ну, вот эта вся знаменитая проблема Суворова-Ледокола, она до сих пор является очень большой проблемой. То есть это такое отношение к войнам, и такая хроническая травма русского исторического сознания. Это все-таки травма, по-моему. А мне кажется, что иногда хочется покопаться и найти альтернативное мнение. Я не буду тут известные две фамилии произносить, но вот найти какое-то вот сокровенное знание, эту формулу вывести, которая вдруг нам позволит взглянуть на события, к которым мы все привыкли, с несколько другой стороны. Правда, здесь нужно понимать, что некоторую грань нельзя переходить, все-таки это была война, огромные жертвы и подвигов, и самоотверженности было. Ну, не очень много, если брать конкретное поле боя. Нет, разумеется, это была, пожалуй, самая славная война в истории России, самая романтическая... На фронтах, в которой сформировалось одно из лучших поколений русских людей. На фронтах, в которой действительно дворянство, молодое дворянство, близко сошлось с русским мужиком, одетым в мундиосолдатский, и увидел в нем человека достойного. Его романтические писатели, романтики, сентименталисты к этому подготовили, но реально он это увидел и осознал ровно в 12-м году. И это был очень важный переход для формирования русского гражданского общества. В такой простонародной среде ожидали освобождения крестьян после такой знаменательной победы, как вот милость царскую. Ждали? Ну, надо сказать, и в 41-м году тоже ждали... Ждали распуску колхоза. Нет, с колхоза распустят, да, да не дождались. Вместо этого получили конституционные лагеря и идеологию Берменша. Ну, это уже война без правил, или по своим правилам. Тогда, вот в начале 19 века, еще были какие-то правила. Там рыцарство все меньше и меньше и меньше становилось, но тем не менее правила какие-то оставались. Кстати, Наполеон был очень недоволен политикой, и поводом для войны было несоблюдение Александрова договоренностей о блокаде континентальной Британии. И, фактически, вот есть еще один такой аргумент, надо всегда иметь в виду, что позже, по-моему, это Александр Второй, наверное, после Балканских войн сформулирует, что Россия обречена на историческое одиночество на Европейском театре. То есть все эти союзники, все эти альянсы временные или договоренности так или иначе все равно не распадаются, и мы всегда одни. И Россия оказалась перед 2012 годом в таком состоянии, что практически вся Европа была противопоставлена одной стране. Нет, совсем не так. Вот если бы удался Наполеоновский план дипломатической блокады России, то да, но русская дипломатия сработала блестяще. Вот надо отдать ей должное. Не только военная машина работала хорошо, но и дипломатическая. Значит, план Наполеона заключался в том, чтобы помимо Австрии и Пруссии привлечь на свою сторону Швецию, где уже был королем его бывший маршал Горнадот, и Турцию, которая готова была за некоторые пограничные земли быть верным слугой французской республики. Видите, мы только-только замерились с Турцией, там уже совсем недавно. Так история хитрее гораздо. Значит, русские дипломаты переиграли французских и в Швеции, и в Турции. И внушили султану, что Наполеон собирается заключать мир с Россией. Кутузов, в частности, там был послал, по-моему. Кто? Кутузов. Кутузов был главнокомандующим. Кутузов был главнокомандующим, но в частности вёл некоторые дипломатические переговоры. А главный выигрыш, конечно, была Швеция. Потому что если бы Швеция выступила в коалиции с Наполеоном, то Петербургу пришлось бы очень и очень кисло. Когда Наполеон узнал о том, что турки, а это же случилось прямо накануне событий, в июне готовилось движение войск, а в мае пришло известие о том, что Кутузов подписал мир с султаном. И по воспоминаниям кого-то из французских царедворцев, Наполеон в этот момент истощил свой запас французских ругательств. Да, и это был слом конструкции, слом концепции. И он даже начал сомневаться, не отложить ли вовсе это предприятие. Потому что если не будет натиска с юга, а уже было известно, что Швеция будет в союзе с Англией и Россией, и останется Швеция и натиск только в середине, то уже шансов гораздо меньше. Наполеон засомневался, но тем не менее не прошел. Какая была подготовка, когда обычно мы говорим сегодня о подготовке к войне, то она ведется не только традиционными методами, но идет так называемая информационная война. Наполеон был человек своего времени, даже заглянувший вперед. Придем были сформулированы основные европейские традиции. И он прекрасно понимал значение прессы и работы с инспирацией. Собственно, метод инспирации изобретен им лично. И он обрабатывался к общественным мнениям и пытался даже здесь, в России, активничать. Там, может быть, ни в чем удалось, но план такой был. И план этот частично был осуществлен. Он эффекта не имел. Насколько я знаю, наши тоже не сидели сложа руки. И там действовали эмиссары. За деньги публиковались материалы. То есть работа резидентуры вела очень серьезная. Вообще, в истории международных отношений предшествующего столетия, XVIII века, считается, что первым, кто освоил вот эту технику, не скажу подкопа, но скажу заинтересовывания иностранной прессы, это был наш любимый Семен Романович Воронцов, посол России и Великобритании, во время Очаковского кризиса. Во время... Значит, вот вы затронули тему о русском одиночестве. Это такая традиционная песня русского сознания. «Ах, мы, значит, одни, ах, никто нас не понимает, ах, у России только два союзника, не любит, не любит никто!» Вот, а за что любить-то так, если вдуматься, да? А у России только два союзника – флот, значит, и армия, да? Да-да, совершенно верно. Вот эта песня... Это уже Александр III, говорю. Эта песня такая, да, исполняется всегда, как писали в балетных рецензиях начала XX века, что вчера госпожа Кшесинская танцевала с большим брио, да? Вот это с большим брио у нас исполняется веками, да? Между тем, если попробовать как-то разум с интеллектом подключить, то есть это чего любить-то, да? Значит, а одиночество начинало тогда, когда Россия начинала лезть туда, куда... Ну, то есть заниматься аннексиями соседних территорий, называемые вещи своими именами, да? Вот, например, значит, мне очень нравится в наших учебниках, когда мы описываем, значит, то, что у нас называется присоединение Крыма к России, да, в 1783 году, значит, Крым вошел в состав России. Встал на ножки и такой топ-топ-топ-топ-топ-топ, пошел в состав. У Турок отбили. А вот такие формулировки крайне редко бывают. Вообще-то это аннексия, да, так вот. Вот, значит, когда вот такого рода дипломатические, внесли политические эксперименты, конечно, ты, скажем, будешь один, потому что международное право как-то не всегда признает такие штучки. Так вот, именно во время Очаковского кризиса вот Воронцов начал вот эту вот журнально-газетную кампанию в Великобритании в поддержку России. А потом это продолжалось, эта техника, собственно говоря, с успехом используется до сегодняшнего дня. Но в итоге получилось все равно, что телезийский мир был заключен. предлог потом через несколько лет сформировался, дипломатический расклад был понятен, но поводом для войны все равно было нарушение России, договоренность с Наполеоном о... Ну, и как бы не нарушать. Телезийский мир был заключен 25 июня по старому стилю, или 7 июля по новому, 1807 года в Телезите, ныне город Советск, Калининградской области. В результате личных переговоров Александра I и Наполеона Телезийский мир завершил участие России в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Россия соглашалась на создание Великого Герцовства Варшавского и присоединялась в континентальной блокаде, проводимой Францией по отношению к ее главному противнику – Великобритании. Отдельный акт оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. С 1808 года, с года следующего за заключением Телезийского мира, по 1812, внешний торг России сократился на 43%. Потому что главный партнер – Англия, Франция не могла его заменить. Франция – гораздо менее промышленная страна и не может заменить Англию в качестве рынка для русского сырья. И одновременно не может заменить в качестве поставщика промышленных товаров. Ну, кстати, вот этот тезис о том, что война все-таки делается за деньги, а деньги где-то нужно доставать, и Англия как очень выгодный внешнеэкономический партнер, а она была незаменима, и как раз вот то, что вы сейчас сказали, средства зарабатывали, в том числе на ведение будущей войны, путем торговли в обход этого эмбарго. Ну, там через Ахангельс часть шла, по Балтийскому морю... А правительство смотрело сквозь пальцы и на то, что в нейтральных водах перегружают на нейтральные суда английские товары и прямым путем в Петербургах везут. Все это знали и все смотрели на это сквозь пальцы. Да, собственно говоря, опять же, отталкиваясь от таких общепризнанных стереотипов, вот еще не так давно в учебниках писалось, что цель у Наполеона было завоевание мира, на пути Наполеона встала Россия, его целью не было завоевание мира, его целью была быстрая приграничная война, значит, целью заставить Россию соблюдать условия Тильзита. Ну, как бы, да, как говорила моя бабушка, загад не бывает богат, да, получилось немножко по-другому. Да, возможно, еще были цели, о которых тоже никто не говорит, это альянс уже с побежденной Россией, но на более выгодных условиях, все уже совместно идти дальше, на восток туда, в район Ближнего Востока, куда он пытался, или, может быть, даже в Персию, а может быть, и в Индию. Конечно, вот этот некий такие заманчивый сценарий о совместной войне против... Таких прожектов, как тогда говорили, полуфантастических. Ну, вернемся тогда к 2012 году. Так, вторжение состоялось. Наполеон, там можно по-разному относиться к датам, там много у нас нумерологии в последнее время развелось. Но, тем не менее, война началась. И тут Наполеон сталкивается с таким явлением, которое, может быть, только в Испании он имел. Кстати, не надо забывать, что параллельно с войной 2012 года у Наполеона огромные ресурсы были оттянуты Испанией, как минимум. Лучшие маршалы его там. Да, и не весь потенциал Франции, и великая армия не была, не полностью, вот, все было сконцентрировано. И постепенно затягивание, а план такой был, затягивание внутрь, изматывание, выяснение обстановки. И тут началось то, чему он не был готов. Вот это действие ополчения, потом это можно назвать партизанами. Но, так как это было мыслено, значит, императором, который сразу поднял вот такой знак военных захватчиков... Партизанское движение, так называемое, да. Смешивается с ополчением. Да. И смешивается с здоровьем. Да, Павел, расскажи, да. Потому что это вот, как бы, да, крэм-де-ля-крем, вот, в описании войны 2012 года. Но тут нужно разбираться и разбираться. Следует различать. Партизан, ополченцев и крестьянский отряды самообороны. Это три совершенно разные вещи. Партизанами в 1812 году называется совсем не испанская герилья и совсем не белорусские партизаны образца Второй мировой войны. Под руководством товарища Пономаренко. Это летучие отряды вооруженные организованы. Регулярные, действующие отдельно от основной массы. Многие путают, что вот казаки, которые действовали во время заграничного похода регулярно, ну, они регулярно, иррегулярно, это мы сейчас не будем тут играть словами, но те, которые действовали в целом противника, перерезали коммуникации, перехватывали депеши, там брали пленных, захватывали там материальную ценность, это были классические партизанские отряды. Просто у нас сменилось за сто лет, если восприятие... В точном смысле того слова партия, как она употреблялась в 1812 году. Партия отдельный войсковой отряд, действующий регулярной армией, действующий отдельно от основной партии. Кстати, тем не обе слова, да. Партия отделилась от полка, и пошла партия на отдельные задания. Это просто регулярное войско, действующее небольшими отрядами. Так, а мужики с вилами, которые на памятнике культурного панорама... Мужики с вилами... ...изображены? Это отдельная история. Это совершенно отдельная история. Отдельно было призвано ополчение. Да, это вот московская, она специальная у них форма была, там с топориком они... В шести губерниях было объявлено о созыве ополчения. Серые такие у них. Да. Значит, ресурсов их одеть и вооружить не было никаких. Вот они выглядели, как Пьер Безухов в фильме Бондарчука, когда он идет, когда его гонят. Вот шапка такая круглая, сюртук. Никакой формы у них не было. Никакой формы не было. Они воевали в своем крестьянском платье, повседневном. Ружей у них не было. И в боевые операции они не употреблялись. Ополченцы выполняли при армии, что чрезвычайно полезно, но это надо иметь в виду, что ополченцы выполняли при армии хозяйственные и инженерные работы. Вот все эти грандиозные крепостные сооружения на Бродинском поле, это все мужики-ополченцы соорудили. Тем самым дали после маши отдохнуть регулярному войску. Гигантская их заслуга. Но в боях они практически не участвовали. Значит, ополчение, вот и это ополчение, в строгом смысле в точном ополчении, созданное по государеву приказу, не надо его ни в коем случае путать. Вот здесь второй элемент важный, который путают. Воображают себе, что это вот такое добровольное ополчение, какое оно было в 1612 году, что все движимые патриотическим духом вступили в ополчение. Ничего подобного. Природа совершенно разная. Никаких добровольцев не было, никакого добровольческого движения не было дозволено и допущено. Ополчение формировалось... Разнарядка была? Ополчение формировалось исключительно из крепостных крестьян по назначению своих бар. И баре с большим удовольствием своих отвязных крепостных, которые были плохие работники, в это ополчение отправили. И многие из них очень горевали, если они живыми потом возвращались. А счастье было, если они возвращались неживыми, за них давали рекрутскую квитанцию. А рекрутскую квитанцию можно продать тысячи за 2 рублей, а это большие деньги. И вот очень довольны бывали те помещения, у которых из ополчения крестьяне не вернулись через несколько лет, когда их распустили. То есть, понимаете, то, что мы себе представляем, это в основном было нарисовано в 10-й, но уже позже, конечно, после 815-го, 16-го, 20-й, 30-й год. Вот именно вы правильно вспомнили вот эти вот барельефы на памятниках. Но это вот этот образ крестьянина-ополченца, старостихи, такого народа, который стоит на защиту, этот образ сконструирован уже позже, в возрасте 30-е годы, николайской пропагандой. Что в 1812 году было совсем по-другому. Насколько, тем не менее, есть объективные данные, что, во-первых, население знало, что идет враг, идет нашествие, огромная армия. Там была где-то и паника была, но... Население этим совершенно не интересовалось. Узнать ему это в отсутствии телевизора было особенно ниоткуда. Да, я понимаю. Да, интернета же тоже не было. Интернета тоже не было. В Google, Яндекс они не заглядывали. Поэтому пребывали, по большей части, в полном неведении. Кто идет, куда идет. И даже чтение царского манифеста о начале войны немного кому чего разумело, поскольку патетика этого манифеста такая, что мужики не очень поняли. Такие двунадесяти языков, чего антихриста, какие. И по первости шли слухи самые разнообразные. Шли сплетни, вот народные толки, они как раз зафиксированы в воспоминаниях, в доносах полицейских. Что вообще говоря, мужики толкуют о том, что это чуть ли не новый Петр Федорович идет из Франции. Вот все русские самозванцы, все русские самозванцы конца 18-го и начала 19-го века, все как есть Петр Федорович. Петр Третий Федорович, российский император с 1761 года, немецкий принц Карл Петр Кульрих, внук Петра Первого, поклонник прусской военной системы Фридриха Второго. В 1762 году он заключил петербургский мест в Пруссии, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. Вел в армии прусские порядки. При Петре Третьем был проведен ряд важнейших мероприятий. Был принят указ о вольности дворянства, была ликвидирована тайная канцелярия. Петр Третий был свергнут в результате переворота 1762 года, организованного его женой Епитериной. Под именем Петра Третьего после его убийства выступали многие самозванцы. Откуда у Кристиана родилась немедленная идея, что он, подписавший манифест о вольности дворянства, собирался подписать такой же о вольности крестьянства на следующий день. Но тут его убили. Поэтому все самозванцы Петра Федоровича. И первая идея при вооружении Наполеона, это то, что Петр Федорович идет с большой силой, несет свободу. Наполеон ничего такого не решился объявить. Хотя ему были такие планы, и мы ему советовали. Да, да, планы были, ну, как бы республиканскую доктрину. Никто не решился на такую веру. И понятно почему, потому что главная ударная сила Великой Армии Наполеона это польский и его, польская конец. Вот еще, кстати говоря, один очень важный вопрос начала войны, да, это польский вопрос, который традиционно в нашей историографии вообще уходит. Я просто хотела бы еще добавить на полях, что вот многие реальные факты 1812 года, они совершенно не ложатся в нашу вот такую военно-патриотическую, выдержанную в духе православственной бежавии народности конву официальную. Ну, вот, например, были случаи и не один, и не два, когда священники на уже занятых французами территориях, значит, в церквях начинали возносить молитвы о здоровье и гостаря нашего императора Бонапарта. Это как раз совершенно не вписывается в нашу патриотическую картину войны. А это было. А еще менее вписывается в эту картину польский вопрос. Польский корпус Понятовского, легкая кавалерия, был главной ударной силой Великой Армии в кампании 12-го года в России. Так что поляки воевали за свое. Они не гонаверцы и не немцы, которых пригнали непонятно зачем. А в приказе по Великой Армии о начале кампании Наполеон прямо сказал, что он начинает вторую польскую войну. Да, то есть понимаете, очень важно как назвать... Он не начинал войну с Россией, он начинал Вторую польскую войну. Понимаете, одно дело, когда мы говорим Пугачевский бунт, а другое дело, когда мы говорим, так как мне говорили на Систенческой скамье, крестьянская война под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева. Одно дело, когда мы говорим Октябрьский переворот, а другое, когда мы говорим Великой Октябрьской Систической революции. Вот у нас Отечественная война 1912 года с большой буквы, А у Наполеона вторая польская. То самое ополчение, которое было привлечено, как вы сказали, к событиям под Бородино. А сколько их было? Оно же там рядом находилось. Ополчение было разделено на три отряда. Все ополчение, всего было сформировано, три отряда, общим числом 230 тысяч человек. Один из отрядов действовал, собственно, так же, как и армии были поставлены в начале войны. Один был придан там северной группе войск, северной армии, которая прикрывала направление на Петербург. И она, вот эта часть ополчения дважды или трижды помогала регулярным войскам. Их ставили в середину больших корей, и не хватало войск регулярных. Ресурсы были исчерпаны напрочь в предшествующие 10 лет. И только-только очень слабо обученных крестьян спиканы, вот этих ополченцев, встали в середину коры для твердости. Чтобы эти коры это держалось. Два другие крупных отряда, одно держало Владимирское направление, а третье Южное Калужское, в боевых действиях не участвовали совсем. Просто было предложение. Они участвовали исключительно в хозяйственных и инженерных работах. Они строили укрепления, прикрывали дороги, ловили мародеров. Ложиров. Да, своих мародеров. Как только Москва загорелась, тут же крестные мужики бросились ее грабить. Ну, че с добро-то пропадать. Добро пропадает. А кроме того, в Москве остался гигантский, там накануне свезли в арсенал, с нескольких губерний, запас медных денег для обмена. Французы не понимали, что это деньги, и не обратили на это внимания. Мужики это медные деньги, гужи и в оборот. Вывозили базами. Вот этому мародерству надо было как-то положить предел, и этим, в частности, занимались ополчены. Потому что была такая идея, или версия, или предложение, что давайте вот сразу после Бородинского боя в ночь введем, ну, имеется в виду, без правил, война без правил, введем свежие вот эти вот ополченческие части, которые с пиками и колями попробуют, значит, навести ужас, значит, на французов, которые устали после многочасового боя. И мы тем самым переломим ситуацию, и вернем позиции, и готовы были дать второе сражение, но уже на других условиях. Может быть, и были такие горячие головы, но как-то не среди высшего командования. Высшее командование хорошо поднимало боевую силу этого ополчения в реальном столкновении с регулярной и хорошо обученным армией. И ополченцы против регулярной армии не стоять. Это невозможно. И потом, для того, чтобы использовать ополчение как пушечное мясо, так как это было в Великой Отечественной войне, да, до этого тоже дело не дошло. Ну, и просто, как бы, мораль здравоохранения была совсем другая, да? Кроме того, ибо надо было по-другому вооружить, что тогда технологически было невозможно. Скажите, как менялось отношение, вот если говорить о свидетельствах, о свидетельствах. Вот армия французская, Великая Армия, она далеко не вся французская была, да, может, даже меньше половины. Вот она идет, идет в Смоленск, огромное сражение, она двигается к Москве. Насколько менялось отношение вот того самого простого народа, на основании которого мы потом сделали, назвали это военно-отечественной. Все-таки на нанесение себя за ущерб. В сочинениях, вот, как бы, слышится явно голос человека, который смотрит на события 1812 года, либо через очки Льва Николаевича Толстого и войны мира. А я не скрываю ее, я так и смотрю. Народной войны, роевой теории истории, это, как бы, Толстовский взгляд. Так а большинство зрителей так смотрит, которые сейчас нас слушают. Либо, да, значит, через, если мы, так сказать, оптику возьмем, опять же, ту же самую Николаевскую, которая была закреплена в сочинении Михайловского-Данилевского. А широкой публике известно благодаря Бондарчуку. Благодаря Бондарчуку, да. Опять же, и тогда уже действительно у нас вот Герасим Курин, Василиса Кожина. Это Герасим Курин и Василиса Кожина, к действительности, имеют такое же отношение, как Иван Сусанин. То есть никакого практически, и очень отдаленное. Ну, Герасим Курин, конечно, знаменитая история. Знаменитая, ну, расскажи. Ну, вот на нем удобно показать масштабы преобразования, реальности в мире. Реальности, да. Как складываются мифологемы, да. Герасим Курин. Ну, специально готовюсь идти сюда, я порвался в интернете, значит, на первых пяти страницах списка Яндекса, на запрос о Герасиме Курине вылезает статья из Большой советской энциклопедии. В той или иной степени модифицированная, значит, что он создал войско из пяти тысяч крепостных крестьян, причем один конный отряд состоял из пятисот, значит, всадников, и они разгромили корпус маршала Нея. Как это можно все успеть, не очень понятно, потому что реальность такова. Герасим Курин действительно живой исторический персонаж, в отличие от Василисы, историческое бытование, которое совершенно не доказано, старая стихи Василисы. Портрет ее совершенно мифологема. Ну, и в ответе от Ивана Сусанина, да, с которым, как говорят, большие проблемы. А Курин все-таки исторический персонаж. Действительно, крестьянин подмосковной его области, под Богородском, что потом при большевиках больше стало известен, как Ногинский, и сейчас его больше знаю, как Ногинский. Вот. Отряд он сформировал 23 сентября, когда французы вошли в Богородск. А расформировал 2 октября, когда французы ушли из Богородска. Какой корпус, какого маршала и какую армию в 5000 штыков можно было собрать за эту нигилю, когда этот отряд существовал. История очень простая. Не сразу началось это народное движение против французов. Значит, обратите внимание, что до Смоленска народного движения вообще нет. Поскольку значительная часть населения встречает французов как освободителей. Польские помещики все единодушны. Это же западная территория. Еврейские местечки единодушно встречают французов как освободителя. Извините, это территории, которые, Никита, поясни, достались по разделам. Это то, что досталось России совсем недавно. Опять же, аннексия. В 1795 году по разделам Польши с соседями, с Австрией и Пруссией. И эти территории просто не привыкли думать, что они Россия. Они мечтают о восстановлении Великой Польши. Наполеон объявил о восстановлении Великой Польши. Начал вторую польскую войну. Как раз в Вильнюсе-то думал, что в Вильнюс придут послы, и мы договоримся. А никто не собирался приходить. Вот уже за Смоленском начинаются другие явления. И явления эти связаны с тем, что армия по обычаю тогда себя кормила уже с местного населения. И это не французская особенность. В январе 1812 года был утвержден, благодаря Барклайу де Толли, военному министру, это уважение об управлении большой действующей армией. И, слава богу, наконец, управление штабами, вся штабная работа была упорядочена, что очень помогло в 1812 году. Но вот это вот в январе 1812 года принятое уважение об управлении твердо предусматривало, что армия будет довольствоваться за счет местных жителей. То есть предполагалось движение за границей империи. И только в марте сообразили, что, может быть, и не выйдет. Что, может быть, выиграть придется на своей территории. И тогда внесли новый пункт, что главнокомандующему подчиняются гражданские власти районов, где идут военные действия. И тем упорядочили систему снабжения. И пока французы расплачивались, а крестьяне верили, что они расплачиваются за фураж и продовольствие, никаких трений не было. Есть ужасно смешные воспоминания этих немцев-гоноверцев о том, как они радостно выпивают с русскими крестьянами, и какие они мирные, и как их радостно встречают. А вот оздоровение началось потом, когда оказалось, что деньги, которыми расплачивается великая армия французская, фальшивые. А они, по большей части, были фальшивые. Специально для этого напечатаны фальшивые ассигнации. Когда мужики это просекли, а это размеслось в Роменце мгновенно, вот тут начались всякие трения. Начался прямой грабеж со стороны французов, а мужики грабежа не любят никак. Мужики взяли из Завилы. Вот после Смоленска, после ноября, на самом деле. Ну, фактически, тоже надо понимать, что Смоленска был одной из самых кровавых... Город сожгли просто. Там от него ничего не осталось. И когда уже народ увидел, что это такое, что будет, если войну не станет, это, конечно, произвело впечатление. Смоленское сражение состоялось 4-6 августа по старому стилю или 16-17 августа по-новому, во время Отечественной войны 1812 года. Российские войска под командованием Барклая-Витоле, обороняясь под Смоленском против превосходящих главных сил армии Наполеона, выдержали удар противника и организованно отошли за Днепр. Таким образом был сорван замысл Наполеона уничтожить российскую армию в генеральном сражении. В Смоленском сражении французы потеряли около 20 тысяч человек, русские – более 10 тысяч. Это раздражение от грабежей, от действий фаражерских отрядов, которые много чего себе позволяли, вот, конечно, народ взялся за вилы. Понятно, что потом приходили каратели и могло там... Да, совершенно справедливо, но надо иметь в виду масштаб этих действий и их целей и направления. Значит, это были отряды самообороны. Они спонтанно формировались, на минуточку, буквально об этой деревне, пока к ней приближается этот взвод фуражеров французских. Вот мгновенно мужики собирались и мгновенно тут же исчезали, как только опасность эта исчезала. Никуда дальше своей власти они не хаживали и дальше соседнего села на помощь не ходили. Это, ну, с чем сравнить, даже не знаю. Но вот как бы если московские кварталы сформировали дружину для самообороны от всяких ночных хулиганов, ну, вот, наверное, так будет выглядеть, например. Да, а вот этот вот образ, который вы сформулировали, народ взялся за вилы, это скорее из посланий московского генерал-губернатора Ростопщина. Вот там начал формироваться вот этот вот миф о всенародной, так сказать, отпоре, захватчикам. Вот там такой вот именно мифологема вот эта там стала складываться, на самом деле. И там же вы придумали лубочный образ, и потом лубки печатались, агитки. Да-да-да, замените. Но здесь ведь, понимаете, война, с одной стороны, да, информационные обмены были не той интенсивностью, как сейчас. Да, уже понимание, что это не друзья пришли, и никакие не освободители, тоже понятно было. И вот, когда начались грабежи, народ был сильно раздражен. Вот, но после падения Москвы и вот того, что произошло, насколько вот в этот момент, когда, так сказать, здесь же ведь еще есть духовная составляющая, то есть можно все что угодно там говорить про русского мужика, но когда грабят святыни и издеваются над, глумятся, точнее, над святынями, у него реакция будет совершенно другая, нежели просто ему там денег не заплатить или заплатить фальшивыми ассигнациями. Вот тут грань, этот пилон перешел. Ну, о сожрении Москвы и о сквернении Кремля, да, конечно. Важный путь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ничего похожего на испанскую гирилью, с которой, собственно, не совладал Наполеон и лучшие его маршалы, ничего похожего в России не было. Война была регулярной армией. То есть, вы поняли, что основные боевые действия – это удел исключительно регулярной армии. Просто с крестьянами воевать они ничто не смогут сделать. Они мелкий отряд могут окружить, забить его там камнями. Ну да, но в Испании-то ему пришлось воевать с гражданами, которые не послушались своего правительства, капитулировавшего, и продолжали отстаивать народную свободу. Совершенно другая история. Но вот насчет вилл, знаете, ведь из истории не выкинешь. Накануне, сейчас не помню, артиллерийская реформа закончилась в 2010 году. А тогда же, в эти же годы, закончили переобмундирование армии. Ее переодели в более удобное для современного боя платье, точно по французскому образцу. И, на взгляд русского мужика, русский офицер от французского на вид совершенно не отличается. Ну, ничем. Цвет он этот, синий от зеленый. И поэтому армейские партизаны, первые, которые попали в русские деревни, они в этой новой форме, они первыми от мужиков виллами и получили. Знаменитый случай, описанный Денисом Давыдовым. Когда пока ругаться не начали. Да, после чего он перестал со своими ординациями говорить по-французски и отрастил бороду. Еще один важный аспект, это вообще какие коммуникации, вот вы упомянули, что некоторые попы поминали, либо Анапарта как государя, вот кроме церковных каналов по формированию правильного отношения или объективного по тем временам отношения населения к происходящим событиям, Какие могли бы существовать механизмы, я благодаря на стране беру, а вот обычного человека. Ну, летучие листки довольно широко тогда использовались. А кто их читал? Ну, довольно много было грамотного народу, в городах точно. И французы печатали эти агитки в расчете на русского читателя. Когда российские власти печатали эти контрпропаганду в расчете на, собственно, русского читателя и такие же агитки на французов, вполне себе была война. Другое дело, что в значительной степени вот этот образ Ростопчинский, он из этих, из агитматериалов военного времени вырастает. Часть мифологии современной этой войны вырастает из агиток, которые начинают со временем принимать за чистую монету. А потом это, разумеется, укрепилось, когда возник в обществе большой запрос на мужика-патриота. Вот после войны и в либеральной части общества, и в консервативной, и в охранительной части возник запрос на патриота-мужика. И в чем характер его патриотизма, в чем этот патриотизм, каковы его свойства, за что он любит отечество, и как ему правильно любить отечество. И вот тут, конечно, много потрудилась команда Ваейкова и северной пчелы, и русского инвалида, которые всячески развивали эту мифологию Ростопчинскую. О том, что один мужик десятилых навил и насаживал. И о том, что Герасим Курин разбил маршал Анея в полном составе. Хотя самый большой подвиг, давайте договорим про Герасима Курина, это то, что он обратил в бегство два эскадрона. Регулярные фразы совпеконницы. Действительно большой подвиг, но все-таки за 200 сек они обратили в бегство. Война все равно была, она была жесточайшей, кровавой. И то, что творилось дворянством, в том числе офицерством, на полях сражений, это беспрецедентное, конечно, перечень сонных подвигов и самоотверженного служения отечеству. С другой стороны, то, что мы сейчас с вами говорим, это нисколько не умаляет, а даже, может, наоборот, если при правильном понимании того, что мы сейчас с вами говорили, насколько тяжело и кроваво и опасно развивалась компания в 712-го года. Потому что, если бы что-то пошло не так, и сработали вот эти механизмы, было бы очень тяжело. Мне кажется, что это самый правильный подход. Никакая историческая истина не может никому повредить. И уже точно самочувствие народа она повредить не может. То, что любая война обнажает сущность человека, это, как мы знаем из художественной литературы. И тот человек, который был негодяем, в войну становится еще большим негодяем. А тот, который был святым, становится еще большим святым в этих чрезвычайных обстоятельствах. Когда мы пытаемся представить общество гомогенно святым, мы претендуем на что-то небывалое и невозможное. Знаменитое изрещение «Кому война, кому мать одна». Ровно так. И многие молодые офицеры, уже не помню, кто именно написал это в дневниках, что мне стыдно принадлежать к дворянскому сослою. Кто-то из будущего декабристов. Мне стыдно принадлежать к дворянскому сослою. Потому что они нажимаются на подрядах армейских. И с ужасом ждут, что вот сейчас войска придут, французские, в Петербург, в каждом дворе стоит запряженная пара, а то и тройка лошадей. А у кого нет лошадей, те держат лодки на каналах. Все петербургские каналы забиты лодками, которые приготовлены в случае нужды бежать в Швецию. А другое дворянство умирало под Бородзеново героически. Одно и то же дворянство, вроде бы. А когда начали собирать офицеров для ополчения... Деньги-то собирали, кстати, на ополчение давали. Деньги в основном купечество собрали. Купечество собрали. Деньги в основном города. Кстати, я хотел поговорить о купечестве, вот об этом еще так называемом третьем сословии, о духовенстве. Которые все равно, вот насколько я знаю, вносили и огромные средства, и огромные пожертвования были. Там не совсем не подписные, а просто собирали. Это продовольствие, это обмундирование, это содержание Тарутинского лагеря, это дополнительная обоза с юга России. И в отличие от французской армии, которая из Москвы вышла полуголодная, русская армия из Тарутина была в таком более-менее взбитом состоянии. Она была накормлена, она была, так сказать, выспавшаяся, она была оттренирована, были укомплектованы, восполнены, как это можно себе представить, потери. И она стояла с юга, а не с севера. То есть Наполеон не пошел на Санкт-Петербург, потому что там делать будут нечего. Прокормить великую армию Петербурга ему вряд ли не удалось бы. Ну, там все-таки еще корпус Витгенштейн. Ну, и корпус Витгенштейн, конечно. Просто так бы не... Прозвали спасителем Отечества. Петр Витгенштейн, граф, русский генерал-фельдмаршал, святнейший князь. В армии с 1781 года участвовал воин с Польшей и Францией. В Отечественной войне 1812-го командовал первым пехотным корпусом, прикрывавшим Петербургское направление. Во время отступления Наполеона из армии Витгенштейн овладел Полоцком и разбил французов у учашников. Но считается, что на Березине он действовал нерешительно. В конце 1812-го, в начале 1813-го Витгенштейн руководил боевыми действиями русских войск в Восточной Пруссии. После смерти Кукузова в апреле 1813-го он был назначен главнокомандующим. Но из-за поражения при Люцине и Бауцине в мае 1813-го был заменен Барклаем де Толли. Вся история с Березиной, когда то, в чем не был виноват Тичегов, свалили на него, по причине того, что Есен-Герстейн спаситель Отечества, а Кутур жуководнокомандующий. А тот адмирал и воевать на суше не умеет. Такие стереотипы всегда были. Деньги – это в основном действительно не дворянство, а купечество. Оно и естественное, потому что дворянство давало людей. Мужичков. И ожидалось, что дворянство послужит. Собственно, ополчение должно было получить офицерский состав из отставных офицеров, которые оставили службу, и было предпочтение, что они вернутся. Они не захотели вернуть. Ну, часть вернулись-то. Очень незначительно. Укомплектовать ополчение вполне... Андрей Балковский завернулся. Да, вполне укомплектовать ополчение этими офицерами, имеющими боевой опыт, которые вернулись бы на службу, не удалось. Они не вернулись. Ну, так а в 1941 году тоже ведь попорыв был, что лучшие люди сразу пришли 23 июня на сборные пункты, и практически все потом погибли. А в Первую мировую войну сколько лучших офицеров полегло в 2014-2015 году, а потом армия была обескроблена. Тоже это в каждые времена свои есть не очень приятные реалии. Поэтому мы, когда говорим о мифах сегодня, да, мы говорим о совсем каких-то глупых вещах иногда, которые в сознании народа. Но главное, что надо всегда оценивать критическую историю. И вот наш цикл, в котором мы позволяем себе час разговаривать по конкретной теме, он, собственно, прививает, или пытаемся мы привить некую культуру в оценке фактов, особенно тех, которые льются нам со страниц периодической печати, в каких-то очень странных исторических обзорах и комментариях, сделанных случайными иногда людьми. А это воспринимается за чистую монету иногда. И вот эта интерпретация истории, она здесь сразу возникает вопрос, я цитирую известную работу, классика о партийности литературы. С кем вы, деятели культуры, понимаете, это все было в советское время. И получается, что вдруг любой текст можно оценивать с точки зрения вот того, что ты хочешь сказать. И получается, что когда нет у нас вроде бы идеологических сегодня шор или там предубеждений, у нас остается ты пропатрия или ты контрпатрия. То есть ты гордишься славными страницами собственной истории, и с этим ты идешь в будущее, или ты начинаешь копаться, выискивать что-то. Здесь нужен грамотный баланс. Для ученого-историка проблема очень простая. Есть источники. Они говорят нечто. Или они не говорят этого. Или они говорят что-то непонятное, и нужно понять вообще, что это. И нужно понять сложно. То, что с одной стороны, да, но и другая. Но историк-то, в отличие от уважаемых наших зрителей, он в контексте находится информационным, историческом... Нет, дело в другом. Историк, когда он научный историк, он ищет ответы на вопрос... И ответственность у него другая. Да, он ищет ответы на вопрос, который он формулирует, и получает ответ, анализируя источники. Да или нет. Правильно или неправильно, некоторая гипотеза, которую он формулирует. Научная история очень трудно сопрягается с национальным повествованием об исторической судьбе. Поскольку по нему нельзя сказать, истинно оно или неистинно. Оно одновременно истинно и неистинно. Как народ об себе думает, это в некотором случае правда. Правда. Нравственный фактор событий. Это в некотором смысле и правда, что он про себя думает. Все равно же важен? Важен. Но при этом важна дистанция все-таки от исторической истины. Вот это вот само представление не должно чересчур отрываться от исторических реалий, как себе их представляет точная наука. И я хотела бы все-таки напомнить слова Ключевского о том, что прошлое нужно изучать не потому, что оно прошло, а потому что, уйдя, оно не умело брать за собой своих последствий. Это не случайно. Мы сравниваем все время войну 12-го года, Первую мировую и Вторую мировую. Вот, например, проблема... Это три солдата на Минском шоссе. Да, это там просто... Эта мифология была вековечена. Так же, как в мозаиках станции метро Комсомольская кольцевая. Проблема, за что сражался народ, за что сражалась власть, это можно поставить одинаково ко всем этим трем войнам. А народ, он тоже разный, да, поляки – это одно, другие – это другое. И тут, опять же, выражаясь словами тоже классика, только совсем древнего, нужно не плакать и не смеяться, а понимать. Все-таки самое главное – это понимать. А потом уже там... Я задам последний самый страшный вопрос. Война 1812 года – это война отечественная? Война, безусловно, отечественная. Но только как тогда, так и ныне. Живущие по-разному представляют себе благо этого отечества. И по-разному наполняют разными смыслами это слово. Война-то отечественная, конечно. Но только для декабристов отечество одно. Ну да. А для людей типа этого Фаддея Булгарина отечество другое. И главный строитель того Николаевского отечества, где был в 1812 году? А он был по другую линию. Главный патриот Николаевского времени был его в Наполеоновской армии. В Наполеоновской армии, да, Фаддея Венедиктовича. Разные у людей отечества. А война отечественная. А я бы еще сказала, что, знаете, вот, если обратиться к тому, что я в самом начале сказала, что вот одни говорят октябрьский переворот, другие говорят октябрьская революция, да. А события 25-26 октября 1917 года, конечно, переворот, да. Но проблема-то в том, что потом, в следующие два месяца началась революция, что до невозможности изменился весь социальный, политический, культурный, психологический, экономический строй, да. Так и тут. А война отечественная, она совсем не похожа на тот догмат, я вот в церковном понимании этого слова, да, говорю, который сложился вот уже в результате Николаевской, действия Николаевской пропагандистской машины, и который у нас сейчас отлился в такую бронзовую формулу отечественной с большой буквы война 1112 года. Мы сейчас вынуждены после целого часа вот таких, не хочу сказать, не жарких, а таких теплых, горячих дискуссий, вот, констатировать, что да, мы затронули очень болезненные некоторые узлы этой войны, вот, но тем самым это еще раз, как вы сами сказали, ни в коей мере не умаляет того героизма, тех жертв, того самого пожертвования, лучших сынов и дочерей нашего отечества, которые победили, в итоге победили самую мощную армию мира, что доказал потом заграничный поход. Выиграны было только два сражения, это Лейпциг и Париж, остальное было все проиграно, фактически, по тем же причинам. Вроде бы поражения тотального не было, но отступали, тут ушли, там, значит, не дали второй бой, и Наполеон вот был истощен, он был измотан, и в итоге, значит, Франция пала, что привело Россию к триумфу 15-16 года, которому она не добивалась уже больше никогда. И вот успех этот заложен был там, под Смоленском и под Бородино, и с дачей Москвы, естественно. Огромные жертвы, которые понес наш тогдашний народ, они колоссальны. И ущерб этот мы до сих пор еще не можем посчитать, потому что куда там это делось, куда то делось, сколько стоило восстановление там Кремля, а жертвы какие понесли мы огромные, это же все страшные цифры. И тем не менее, говорить об этом надо, но с определенной ответственностью. И вот я рад, что мы, наверное, этим разговором эту ответственность, собственно, и подтвердили. Несмотря на то, что вот вроде бы изначально вектор такой жесткий, но я считаю, что мы правильно сделали. И тут можно цитировать Толстого, но под Бородино победа нравственная русского духа была одержана над неприятием. Герои, после стольких побед, одерживаемых вами ежедневно и повсюду, теперь остается только преследовать неприятеля. И тогда земля русская, которую враг хотел поработить, учается о стьме его. Вперед! С нами Бог! Перед нами разбитый неприятель. Да будет за нами тишина и спокойствие! Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Спасибо. А вам, уважаемые зрители, мы хотим сказать, что обязательно встретимся с вами через неделю и продолжим, может быть, более спокойно в режиме, но все равно экскурсы в нашу историю, какой бы она ни была. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok